Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! Это Махмуд Ларчик, мы на границе с Каргиджаком. Я честно не знаю, какое сегодня число. Пару дней осталось у нас до октября месяца. Я думаю, до 1 октября я выложу это видео, наверное. И сейчас буквально пару пляжиков посмотрим Махмуд Ларских. И пойдем в Каргиджак. Пляжи класс, отели там. И все-все-все иду купаться в Каргиджак. Я давно там не был. Сейчас дойду туда, там много людей на том пляже. А потом пойдем в Каргиджак. Снимать буду фрагментами под монтаж. Солнечное тепло, 34 как минимум на солнце. Я думаю, что больше на солнце. Вода примерно 27,5 людей на пляже. Ну нельзя сказать, что прям совсем много, но много людей, конечно. Здесь вот на пляжике. Чтобы поняли, какой пляжик, я вам показываю сразу, что там. Давайте я сейчас попробую зумчик туда вправо сделать. Солнце, правда, оттуда светит. Но чтобы вы увидели, как много людей там по пляжам. Смотрите. Ну не то, что много. Не Клеопатра, конечно. Но там много людей на лежаках. Также. Сейчас туда я еще дойду. Далеко не пойду. Немножко туда вот пройдем сейчас с вами. И песик, вон песик, смотрите, тоже балдеет, отдыхает. На пляже под шезлонгами, не на солнце. Красота здесь. Там вот много людей. Море. Сам соскучился уже за Махмутларчиком. Погулял бы и до центра, до самого по набережной. И по тем всем улицам с радостью погулял бы. Но сейчас купаться, купаться. Я заскучился со своим любимым пляжем. Каргиджаке любимым. Поэтому сейчас отсюда до пляжика дойдем с вами. И пойдем в обратном направлении, в Каргиджак. Это даже день недели я не могу вспомнить. Наверное, я счастливый человек. Не только число, а день недели я не помню. Но какая разница, друзья, какая разница. Все равно смотрим мы не день в день, а смотрим через пару дней. Я думаю, что до 1 октября, наверное, вы это увидите. А может и 1 октября будем смотреть. Не важно. Здесь на пляже полно людей. Опять же, я не могу сказать, кому принадлежит этот пляж. Я не знаю. Но вот вам показываю, чтобы вы поняли. А, Майгарден тут справа. Может быть, их пляж это и есть. Людей полно, лежаки заняты, можно сказать, на 100%. И в море тоже, смотрите, как много там купающихся. И далеко люди плавают. Ну, не то, что прям совсем много, но немало людей. В море также. Волночки сегодня нормальные. Штурма, слава богу, нет. И в этом сезоне у нас меньше штормов, чем было в прошлом сезоне. Потому что, ну, именно имеется в виду конкретных штормов, когда вообще нельзя купаться. То есть невозможно это. И в прошлом сезоне было такое, что и по неделе были эти шторма. В этом сезоне как-то вот повезло нам. Штурма такого практически буквально 2 дня, он был вот сильный такой. А так были. Да, были волны разные, но купаться можно было. Такого не было, чтобы неделю нельзя было купаться. Там максимум 2 дня, может быть, было. Как-то в этом сезоне море нам дарит радость ежедневно. Сейчас до этого пляжа, когда иду, там просто кажется, что людей больше, чем здесь, где я показываю. Дальше не пойду, потому что надо идти купаться в Карвиджак. Много тоже людей на лежаках. И много людей у моря. Купающихся. Ну, это в районе... А, это Галакси уже. Здесь вот где-то на этом пляжке я купался когда-то. Это уже в районе отеля Галакси. Вот он, привет, кто был в Галакси. Май Гарден Клуб Хотел. Галакси. Курт Сафир. Большой комплекс жилой. Мне хочется на песок выходить. Показываем издалека, на то у меня и камера с зумчиком. Потому что на песок идти туда-сюда. Я время потеряю. Надо топать в Карвиджак. Сейчас я от солнца чуть-чуть обойду. Вожжу вам еще этот пляжик. Итак, еще раз привет, кто был в отеле Галакси. У меня можете ввести по поиску Галакси. У меня маленький обзорчик. Но я там заходил на первый этаж, на ресепшн. Немножко показывал. Там особо ничего нету, но чуть-чуть показывал. Территорию, бассейн. Ну, я так понимаю, что это же пляж Галакси. Потому что переход с отеля выводит сюда прям. Может быть, помимо Галакси здесь можно приходить так же. Просто отдыхать тоже. Покупать лежачки не знаю. Это уточняйте. Вот такая картина здесь сейчас. Давайте чуть-чуть туда, к морю, ближе вас подведу. Чтобы вы смогли увидеть счастливых купающихся. Людей много здесь. Сам Галакси отельчик, в принципе, как бы небольшой. Людей много сейчас по лежакам в это время. Не знаю, было ли больше днем. Вполне может быть. Вот такая картина здесь. И теперь направляемся. Разворачиваемся и направляемся в Каргиджак. Мой любимый. Жарковато идти. Там я в тень прятался. Пока была возможность тут на солнышке. Жарко. Походим как-нибудь по пляжам. Ну, больше обхват сделаю. Пройдусь больше. Но это я специально как-нибудь приеду. И пройдемся по пляжам именно Махмуд Ларчика. Не сегодня. Собирался пару десятков метров пройти. Сейчас понял, что я прошел довольно-таки немало до того пляжа, который меня привлек с количеством большим людей. В Махмуд Ларе очень много сейчас туристов, живущих временно или постоянно, иностранцев. Но как-то все равно, знаете, в Махмуд Ларе как-то, ну, все равно как-то спокойно. Вот если в Алании много людей, то вот идете вы по центру, по Ататюрка, там еще где-то, по Клеопатрии, по Оба, даже по набережной. Вы этих людей как бы ощущаете, их реально много. Здесь же как-то вот в Махмуд Ларе, где бы ты ни ходил, людей много, даже если. Но как-то вот все равно спокойно и, ну, не знаю, я это давно заметил, что в Махмуд Ларе вот есть такое свойство. Ой, какой большой песик. Загорает. Ты загораешь, да, дружище? Загорает песик. Махмуд Лар тут завешали. Ах, не завешали, я думал, рекламой завешали, не ободрались буковки. Кто-то постарался. Каргиджак, привет, родной. Наконец-то я снова здесь. Буду купаться в своем любимом море. Наверное, у меня все-таки... Хотя нет, опять, хотел же по местам расставить Клеопатру, Тосмур и Каргиджак. Но сейчас вот иду и думаю, что это все равно нереально, потому что я не могу определить. На первом месте у меня будет Тосмур, либо Каргиджак по морю. Примерно равноценно. Клеопатра за ними у меня по влюбленности. Ну, это как по мне. Каждого, конечно, свои вкусы. Это именно что море касается. Не пляжей, а именно море. Смотрите, какая красота. Там мы в горах где-то. Вот примерно вот там мы были. Халиль показывал. Снимал я квартиру. Это видео уже на канале, наверное, с квартирой. Студия. По бюджетной цене. В месте идеальном, где вот эти облака можно чуть ли не рукой пощупать. Красотища. Там тишина, спокойствие. Ссылочку оставлю также в закрепленном комментарии на Maximus Invest. Это не реклама, это мои реальные друзья. Я хочу, чтобы моих клиентов не обманывали по деньгам, не кидали, не обманывали с квартирами. Обращайтесь в Халиль, директор Maximus Invest, мой друг, подыщет вам именно варианты, которые нужны именно вам и под бюджету вашему. В любом абсолютно районе. Каргиджак, Махмудлар, Алания, Салар и Газипаша также. Так что обращайтесь, говорите, что от меня еще и скидочку получите. Итак, друзья, начинаются уже у нас пляжики Каргиджака. Здесь идеал бич-хотел, который, ну, если они вас носить не будут, а будут делать реставрацию, то, может быть, в следующем сезоне он и будет работать. Привет, кто-нибудь отдыхал. Дальше первый отель класс. И пляжики погнали у нас. Каргиджака. В очередности пляжи я тут путаюсь. Тут еще отели, пляжи отелей, которые там находятся. Не на первой линии, а дальше. Ну, все, кто здесь был, вы сами свои пляжи все, я думаю, узнаете и знаете, где чей пляж. Есть люди на лежачках. Тут дальше вам не видно, закрывают эти навесы, но людей много довольны на лежаках сейчас здесь. И на том пляжике. Еще больше там вообще аншлаг прям по виду так. Люмас Делюкс, да, это же пляж Люмас Делюкс, наверное, а там пирс почему-то закрытый. Хотя волн нету сильных, они вот что-то уже часть его вообще разобрали. Не знаю, почему так рано пирс. Кто здесь отдыхал, отдельный привет вам. Много людей, тут очень много людей на лежаках у них на этом пляже. Больше, чем там даже было. First class hotel и Drita. Привет, кто в них отдыхал. Неужели здесь не был два месяца, реально. Даже не верится, как будто вчера здесь был. День у нас сегодня не выходной. Полными беседки не будут, но довольно много людей в беседках все равно я уже вижу. Ну так. Много, ну в принципе, не то что много. Беседки почти все заполнены по этой стороне. Там вон парочку пустых есть. Но, как бы, людей выходной, конечно, в разы здесь больше. Сейчас выглянем сюда, вот на этот пляжик. Тоже довольно немало людей по лежакам здесь. На диком пляже людей немного сегодня. Пашлучки люди готовят. Выходной здесь места нет свободного вообще. Толпа людей. Сейчас как-то вот хоть и беседки заняты, но, в общем, так вот. Людей как бы мало. Тонтанчик работает, красота. Ну, кстати, что-то тут совсем мало людей сегодня на этом пляже кедиком. Не знаю, с чем связано. Мало реально. Да, странно, прям, почему так мало здесь людей сегодня, я не знаю. Или все перебрались на пляж с лежаками. Сейчас туда еще немножко пройду. Здесь пляж с лежачками, с кафешкой. Так, людей почти нет, можно сказать. Я сюда не собирался, но уже почти дошел до кафешки с павлинами. И что-то, в принципе, пусто. Время, кстати, я глянул, время полшестого. Я думал, немножко меньше времени. Может быть, днем было больше людей, не знаю. Сейчас уже маловато все-таки. Ну и, друзья, привет всем, кто любит кафешку с павлинами. А то дальше не пойду, там музыка где-то на пляже. Тут по кафешке людей, по лежакам, вернее, людей довольно немало еще. И по территории за столиками тоже. Ну, в принципе, люди тут, может быть, вечером больше даже будет, чем сейчас, я так думаю. Есть много и за столиками. И на пляже довольно немало. Все, я... Это финальная точка сегодняшняя. Я иду купаться. Наконец, своим любимым в Каргиджаке. Так это у нас была маленькая прогулочка по пляжикам. Нескольким Махмутларчика. И Каргиджака. Конец у нас сентября. Через пару дней октябрь. Всем хорошего отдыха и уплого моря, кто приезжает в октябре. Привет из Алани. Не забывайте про лайки. И читайте то, что написано под видео. В описании там много всего интересного и полезного. Отдельное спасибо тем, кто видит ссылочку на донат. И пользуется ей. Вас мало, но вы мне очень помогаете. Спасибо.